Березняковская школа номер 3 Международный фестиваль Саунд 59 Это новости на ТНТ В студии Елена Вавилова Здравствуйте С прекрасной погоды началась эта рабочая неделя А я начну выпуск с событий не столь радужных Накануне в Березняках В очередной раз произошло дорожно-транспортное происшествие В котором пострадали люди Это видео снял наш телезритель Позже мы выяснили, что 35-летний водитель автомобиля БМВ В 8 утра в воскресенье ехал по улице Мира При повороте налево лихач не справился с управлением Вылетел на разделительный газон и снес дерево Сам мужчина не пострадал Его молодую пассажирку увезли в больницу Возможно, исход был бы плачевным Если бы в кроссовере не сработали подушки безопасности Пострадал пассажир данного автомобиля С закрытой черепной мозговой травмой Сотрясением головного мозга Травмой живота и ушибами передней брюшной стенки Госпитализирован в 1-й горбольницу Пассажиром являлась девушка 1992 года рождения Установлен факт алкогольного пенения водителя БМВ Х5 А воскресным вечером напротив Рябинового сквера Произошло еще одно ДТП С автомобилем Пежо допустил столкновение 17-летний скутерист, который вез 15-летнюю спутницу Подростки чудом уцелели Быть может, этот случай станет уроком для юных участников дорожного движения Пьяных нет, а нарушителей есть В минувшие выходные наша съемочная группа вместе с сотрудниками ГИБДД вышла в рейд И стала свидетелем как серьезных, так и смешных ситуаций Все подробности у Екатерины Золотаревой С пятницы на субботу город не спал Как показатель огромное число машин на проезжей части Сотрудники ГИБДД то и дело останавливали одну машину за другой Но кто не останавливался, а более такие Тот автоматически попадал в черный список Обгонять сейчас будет Передайте ориентировку Значит автомашина, приора, серебристого цвета Госномер К счастью и наоборот, к сожалению Но в первый час рейда попадались трезвые водители У которых и с документами все было в порядке Сотрудники дорожной полиции принимают решение о смене места дислокации И припарковались на кольце у дворца Ленина И тут одно за другим посыпались нарушения Вот, например, мужчина остановлен за тренировку А следом за ним и молодой человек Который также нарушил одно из правил эксплуатации автомобиля Молодой человек, чтобы избежать ответственности Тут же на месте срывает пленку А вот следующего нарушителя пришлось ловить на ходу В прямом смысле этого слова Сотрудники ГИБДД заподозрили водителя Тойоты в том, что тот сел за руль нетрезвым Здравствуйте, товарищ водитель Пожалуйста, пересесть на свое сидение Почему? Потому что все прекрасно видно Нет, ничего не видно Извиняюсь, короче Давайте это Все Что за приколы новые? Шутки шутками А всего за время проведения ночного рейда Было зафиксировано около ста нарушений Из них четыре водителя оказались пьяны Еще двое отказались пройти освидетельствование 13 водителей были наказаны за тонировку Еще 20 человек забыли пристегнуться ремнями безопасности Сотрудники ГИБДД делают выводы Что водители стали немного дисциплинированнее Но на дорогах по-прежнему небезопасно Как для пешеходов, так и для самих автолюбителей Екатерина Золотарева, Сергей Коленик и Сергей Александров Новости на ТНТ И кстати, сегодня в Березняках проходит Международная экологическая акция Под названием «День без автомобиля» Девиз которой Город как пространство для людей Пространство для жизни В рамках акции автовладельцев Призывают отказаться на один день От личных транспортных средств Основная цель напомнить о том, что автомобили Негативно влияют на окружающую среду В целом желательно пользоваться Альтернативными средствами передвижения К примеру, велосипедом А сегодня, в первый рабочий день недели Горожане, судя по всему, не стали поддерживать Такую акцию Почему, мы решили спросить у самих березняковцев Потому что моя работа заключается в том, что Мне на постоянку нужно быть мобильным В течение дня Поэтому я не могу, к сожалению Я жил в Орле, мне оттуда пешком далеко идти Не получается А почему? По работе Я не знал просто У меня семья Мне надо передвигаться пошустрее Так что от того, что я один откажусь Я думаю, немного изменится Сомневаюсь, что кто-то еще готов отказываться от автомобилей Следующая новость пришла к нам из Кизила Жители города пожаловались, что с прошлой пятницы Администрации района принято решение О приостановке работы всех образовательных учреждений В школах и детских садах Нет тепла и нарушается режим подачи воды 15 сентября отопительный сезон В Кизиловском муниципальном районе Начали только городская больница и две модульные котельные На остальные объекты не подается газ из-за 60 миллионов задолженности Образовавшейся по причине неплатежей потребителей тепла Переговоры с руководством Газпрома ожидаемых результатов не дали Для подачи газа был выдвинут ряд условий, практически невыполнимых Администрация района продолжает переговорный процесс Сегодня наша съемочная группа работала в Кизиле И встретилась с жителями города и с представителями местной власти Подробный репортаж смотрите завтра в нашей программе И еще информация, которая стала нам известна несколько часов назад В Березняках сегодня возможны перебои водоснабжения Как сообщает Новогор В связи с аварийным переключением на водозаборах Усолка и Сурмак Режим водоснабжения обещают восстановить сегодня до 22 часов Телефон диспетчерской службы 27 45 00 Клещи в этом году в два раза активнее, чем в прошлом Специалисты констатируют, за минувшую неделю в Пермском крае Обратились к медикам 160 укушенных клещами В том числе пострадали от вредных насекомых 24 ребенка Это на 92% больше, чем за аналогичный период прошлого года Как сообщили в Роспотребнадзоре Несмотря на то, что к концу сезона активность клещей снизилась в 5 раз Ожидается продолжение регистрации случаев присасывания клещей До наступления заморозков В связи с продолжением садоводческих работ Посещением лесов с целью отдыха, сбора грибов и ягод В рейтинг 500 лучших школ России вошли 12 образовательных учреждений Пермского края В том числе и Березняковская школа Московский Центр непрерывного математического образования При содействии Министерства образования и науки Российской Федерации Подготовили перечень 500 лучших образовательных организаций Которые продемонстрировали высокие результаты в 2013-14 учебных годах В топ-500 вошли 10 образовательных учреждений Перми А также в списке Кунгурский лицей номер 1 и Березняковская школа номер 3 Больше всего школ, попавших в рейтинг от субъекта Российской Федерации Оказалось в Республике Татарстан 17 образовательных учреждений Среди основных принципов формирования рейтинга Учитывалась оценка вклада школы в решение одной из основных задач системы образования Предоставление обучающимся возможности получения качественного образования И развития их таланта Кроме того, при формировании списка учитывались результаты ЕГЭ и Всероссийской Олимпиады школьников Прикоснулись к прекрасному В Березняках прошел 8-й международный фестиваль современной музыки «Саунд-59» Почти весь день в музыкальном училище для студентов, преподавателей и просто всех желающих Были проведены мастер-классы известным финским аккордеонистом Ника Кумпувара и композитором Тапио Туамелло А вот вечером уже состоялся сам концерт На нем побывала и наша съемочная группа Невероятное сочетание аккордеон, кларнет и виолончель Настоящие ценители прекрасного, смело можно сказать, на седьмом небе от счастья Где еще можно насладиться современной живой музыкой, исполняемой артистами из Финляндии, Москвы и Перми Тапио Туамелло – финский композитор и режиссер Пишет для хора, для струнного квартета и не только Композитор признался, что все время сочиняет В этом и заключается его работа Вот эти музыканты из Москвы меня уже три раза, по-моему, приглашали Мы делали разные туры, играли такую полурусскую, финскую программу современной музыки И я всегда очень рад работать с ними Удивительно! В четыре руки на одном рояле играют, но чтобы в шесть рук, да и музыка особенная, немного непривычная для восприятия Мы занимаемся тем, что исполняем актуальную музыку Музыку, которая написана в 20-м и особенно в 21-м веке Музыка, которая написана современными композиторами, как ныне живущими, так и жившими совсем недавно То есть музыку современных композиторов, современников наших с вами Большой послужной список, обширная география 85 городов Российской Федерации, 25 стран мира Порядка 45 компакт-дисков, выпущенных в разных странах и на разных известных лейблах У нас эта творческая группа выступает в рамках проекта «Саунд-59» Элементы фольклора и современной музыки не могут никого оставить равнодушным Директор музыкального училища Галина Штендли не скрывает своего восхищения Современная академическая, она там очень сложная, непростая И хорошо, что состоялась встреча с живой, с живой музыкой Я смотрю, выходили люди из зала в таком восторге А ведь там были люди разного возраста И вообще музыканты оценили нашу публику Говорят, какая публика у вас воспитанная Мы ведь здесь не случайно в Березняках музыкальное училище Особое место в этом проекте принадлежит не только концертам, но еще и творческим встречам и мастер-классам В этом и заключается изюминка проекта А послушали, понаблюдали и поняли, что современная музыка все же на любителя Екатерина Федорова и Лев Собуров Новости на ТНТ И немного спортивных новостей Игра в футбол руками и в воде Иначе говоря, водная пола Один из старейших олимпийских видов спорта Приобретает популярности в наши дни Как проходят будние тренировочные дни Березняковских ватерполистов знает Екатерина Золотарева Сейчас эти мальчишки оттачивают свое мастерство в игре водное поло А буквально час назад они укрепляли мышцы в тренажерном зале И проплывали дистанцию в бассейне И так каждый день, кроме субботы Такой вид спорта, в котором две команды стараются забросить мяч в ворота соперника В Березняках был развит еще во времена Советского Союза В далеком 85-м наши ребята достигли больших успехов Став серебряными призерами первенства России Алексей Баранов свидетель той триумфальной победы Ведь он сам играл в команде И тогда ему было всего 15 лет Сегодня он уже тренер по водному полу Свои занятия и умения на протяжении трех лет Он передает этим мальчишкам, которые в спорт пришли не сразу Тренеру пришлось пойти на хитрость Видите, вид спорта неизвестный Поэтому сначала была маленькая хитрость плавания А потом уже постепенно мячи, ворота И благодаря директору бассейна у нас появились новые ворота Уже современные Сегодня в секции водное поло занимаются около 80 ребят В четырех возрастных группах Это очень мало, говорит тренер Интерес к этому виду спорта пропал 20 лет назад В 1994 году бассейн, тогда еще под названием Садовик Закрылся на продолжительный ремонт И об этой секции совсем забыли Сейчас прежние воспитанники теперь уже сами Папы приводят своих детей в эту секцию И нет-нет, да вспоминают прошлое Каждую среду и воскресенье Они, как и много лет назад Надевают специальные шапки, берут мяч и начинают играть Я с сыном ходил плавал сюда И встретил ребят здесь Они меня долго уговаривали обратно прийти поиграть Но я был немножко не в форме Достаточно большой вес имел еще Решил сначала сбросить Но сбросил сейчас С ребятами ходим играем Ну водное поло развивается Руки, ноги, сердце, которое постоянно работает Дыхание, самое главное Кто начинал заниматься в детстве То он и будет всю жизнь водить своих детей в бассейн И они будут тоже брать пример с родителей А юная команда тем временем уже начинает набирать обороты В прошлом году березняковцы играли в первенстве Приволжского федерального округа И заняли четвертое место В планах на следующий год выступить в первенстве России И более чем достойно Верят в наших и желают удачи Екатерина Золотарева и Сергей Александров Новости на ТНТ Медиахолдинг Планета Радио Приглашает всех принять участие в викторине И получить призым Смотрите новости на ТНТ И отвечайте на вопросы о сюжетах программы В эфире Европы плюс Березники По будням с 3 до 4 часов дня Очередной вопрос прозвучит завтра В эфире Европы плюс Будьте в курсе главных новостей с ТНТ Березники А мы по-прежнему делаем новости вместе с вами Если вы хотите пожаловаться на проблему Вы сняли на видео необычные события или происшествия Вы знаете то, что будет интересно другим Поделитесь этой информацией с нами Автор лучшей новости недели Получит вознаграждение 3000 рублей Мы всегда ждем ваших сообщений По телефону 43 17 17 Вы смотрели главные новости города Далее вас ждут прогноз погоды И программа «Бизнес-класс» Не пропустите А я прощаюсь С вами была Елена Вавилова Всего доброго и спасибо, что нас смотрите В климат-маркетах технологии климата Широкий выбор бытовых обогревателей по оптовым ценам Спонсор погоды Компания-производитель металлопластиковых конструкций «Элитострой» Полный цикл производства означает полную ответственность за конечный результат Компания «Элитострой» Улица Ломоносова, 98, дроп-3 Торговый центр «Чехов» Телефон 23 99 50 Прогноз погоды представляет Салон-магазин «Люстери» Расположенный по адресу Улица Ломоносова, 98, дроп-3 Торговый центр «Чехов» «Люстери» С нами светлее Благодаря влиянию антициклона Погода в нашем регионе существенно улучшилась Атмосферное давление продолжит расти Удерживая солнечную и сухую погоду А южные ветры будут направлять более теплый воздух Так что фон температуры на несколько градусов Превысит климатическую норму 23 сентября В Перми малооблачная погода без осадков Плюс 17-19 градусов В Губахе небольшая облачность без осадков 16-18 градусов со знаком плюс В Александровске малооблачная и сухая погода 16-18 тепла В Кизеле небольшая облачность без осадков Воздух прогреется до отметки 16-18 градусов выше нуля В Соликамске небольшая облачность осадков не ожидается И плюс 14, плюс 16 В Березняках 23 сентября ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 5-7 градусов выше нуля, а в дневные часы плюс 15, плюс 17 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер будет преобладать южный 1,6 метра в секунду. Во вторник солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Информация предоставлена центром ФОБОС. Вы не мерзнете? Если мерзнете, масляный радиатор стоит 1000 рублей. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина – Советский проспект 2, территория Агроснаб. Элита Строй. От социальных окон до любого вашего каприза. Окна, балконы, двери, установка, ремонт и обслуживание. Собственное производство в Березняках. Наш адрес – Ломоносова, 98, напротив торгового дома «Ермак». Телефон 23 99 50. Люстери. Магазин люстр, эконом и премиум класса. При покупке от 2000 рублей сертификат на установку окна или натяжного потолка. Люстери. Торговый центр «Чехов». Телефон 23 93 50. Здравствуйте. Это рубрика «Бизнес-класс» и с вами Дмитрий Сидельцев. В ближайшие несколько минут я постараюсь доступными словами перевести для вас язык цифр и графиков. Итак, о чем чаще всего говорили в мире экономики и финансов на прошлой неделе. Смотрите прямо сейчас. Пожалуй, одним из самых значимых событий в экономической жизни России стало принятие правительством проекта федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Этот документ был одобрен на заседании Кабинета министров в прошлый четверг. Подробнее в нашем первом сюжете. Одним из самых спорных вопросов при подготовке бюджета стало предложение о повышении действующих налогов НДС и НДФЛ, а также инициатива руководств Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга о введении налога с продаж. С помощью этой меры планировалось увеличить поступление в казну регионов. Но, по мнению большинства аналитиков, увеличение налоговой нагрузки лишь ударит новыми проблемами по малому и среднему бизнесам, подстегнет рост цен и, соответственно, снизит покупательскую способность населения. В итоге правительство решило отказаться от этой идеи. Однако в условиях экономической нестабильности, необходимости срочно поднимать отечественное сельхозпроизводство и появлении новых расходов в виде финансирования Крыма России все же придется экономить. Впервые работать над проектом федерального бюджета, трехлетнего бюджета, пришлось в таких сложных обстоятельствах, когда замедление экономического роста усугубилось введением санкций в отношении отдельных отраслей нашей экономики. И мы были вынуждены корректировать и так достаточно напряженный бюджет. И ключевую роль в балансировании бюджета сыграют меры непопулярные – отказ от части социальных выплат. Например, планируется продление заморозки выплаты накопительных пенсий граждан на 2015 год. Кроме того, предлагается приостановить увеличение довольствия военным пенсионерам и индексацию денежного содержания федеральных служащих. При всей дефицитности бюджета эксперты называют его оптимистичным. Проект составлен с учетом предположения, что в 2015 году вопрос о мире на Украине будет решен и западные санкции в отношении России будут отменены. Несмотря на оптимизм политических аналитиков, руководство страны не исключает и самые негативные варианты развития ситуации. И уже предусматриваются меры по созданию внутри страны условий, обеспечивающих национальную безопасность России, вне зависимости от решений, принимаемых западными странами. В марте этого года, после введения санкций против России, международные платежные системы Visa и MasterCard во второй раз в истории остановили обслуживание карт нескольких российских банков, торговых точках и банкоматов международной сети. Вновь стало актуальным создание в стране национальной системы платежных карт, независимой от состояния международных отношений. Первые попытки внедрения в Россию такой системы были предприняты еще в начале 90-х. Сейчас началась подготовка поправок в Федеральный закон о национальной платежной системе с целью инфраструктурно и информационно замкнуть процесс осуществления денежных переводов внутри России. То есть операционные и платежные центры должны обязательно находиться на нашей территории. Также в законопроекте предусмотрено запретить передачу и предоставление доступа иностранным государствам к информации о внутрироссийских платежах. Кстати, информационная безопасность стала поводом для еще одних радикальных мер. Правительство Российской Федерации намерено улучшить стратегию по защите работы интернета на территории России. В связи с этим, по поручению президента Владимира Путина, Министерство связи и массовых коммуникаций провело соответствующее учение. Эксперты составили общую оценку защищенности национального сегмента сети и критичность его связанности со всемирной паутиной. Также была проведена оценка потенциальных уязвимостей и уровня готовности реагирования на кибер-угрозы. 18 сентября на заседании Госсовета глава государства потребовал обеспечить снижение процентных ставок по кредитам для предприятий. Процентные ставки по кредитам часто превышают рентабельность проектов, ставят участников экономической деятельности по существу за рамки экономического здравого смысла. Минэкономразвитие уже внесло в правительство проект постановления, в котором предложило программу кредитования предприятий банками, основанную на принципах проектного финансирования. Согласно программе, на проекты, прошедшие предварительную оценку, будет предоставляться государственная гарантия в объеме 25% от суммы кредита. В результате предприятие-заемщик сможет получить кредит в рублях по ставке в районе 7-8% годовых. Сейчас предложение рассматривается в правительстве, также подготовлены меры поддержки и в Банке России. Укрепление рубля на международном валютном рынке – не менее важный фактор экономической безопасности России. Как обстоит ситуация в этом секторе экономики, нам покажет график изменения курсов валют. Перемахнув, в начале прошлой недели за все исторические рекорды доллар достиг отметки в 38 рублей 71 копейку. Но уже в среду его цена упала почти на 40 копеек и держалась на этом уровне до выходных. Курс американской валюты, установленной Центробанком на завтра – 38 рублей 58 копеек. Ситуация с евро почти аналогичная. Во вторник он перевалил на 6 копеек за 50-рублевый рубеж. Затем цена европейской валюты начала падать и к пятнице она похудела более чем на 50 копеек. По прогнозу валютного рынка завтра евро будет стоить 49 рублей 61 копейку. На этой неделе российские банки будут выплачивать налоги в государственную казну. Это может стать одним из факторов укрепления рубля на международном валютном рынке, утверждают финансовые эксперты. Но, как говорится, время покажет. У меня же на этом пока все. Следующий обзор экономических новостей вы увидите ровно через неделю. До встречи.